ВОЕННАЯ ТЕХНИКА 2 Случилось это в феврале 1985 года. Грузовой состав номер 1702, состоящий из 70 порожных вагонов и двухсекционного тепловоза, следовал привычным маршрутам на Костомукшу через Петрозаводск и Суаярве. Машинист Орлов и его помощник Миронов переговорились о том о сём, внимательно наблюдая за дорогой. Проследовали станцию Эссойла. Часы показывали 20 часов и 35 минут. Шли по расписанию. И вдруг Сергей Орлов заметил за деревьями странный предмет, напоминающий шар, который двигался параллельно с поездом. Железнодорожники стали присматриваться к объекту и гадать, что бы это было на самом деле. «Смотри», — обратился машинист к напарнику. Он выпустил луч света к земле, а потом втянул его обратно. Миронов собрался ответить, но он будто потерял дар речи. Шар вдруг неожиданно ринулся на перерез состава, оказался впереди тепловоза приблизительно метров на 30-50. Сергей Орлов мгновенно отключил ходовые двигатели, что есть сила надавимого тормоза, пытаясь предотвратить столкновение со светящимся шаром. Но машина его не слушалась. Поезд продолжал двигаться. Создавалось такое впечатление, что его тянула неведомая сила. Орлов и Миронов, как загипнотизированные во все глаза, глядели на таинственный объект. Как они потом рассказывали следовательной бригаде УВД, был он правильной геометрической формы, диаметром приблизительно 4 метра. Перемещался беззвучно, не косаясь земли. Словно плыл. Приближалась станция «Новые пески». Сергей Орлов включил рацию. К его радости она работала. Сергей стал объяснять дежурной по станции Лидии Кожаной, что с ней произошло. Она ничего не могла понять, но решила выйти и встретить поезд. Каково же было ее удивление, когда она увидела сначала какой-то вибрирующий предмет, напоминающий по форме перевернутый таз. За ним светящийся шар, а потом тепловоз, шедший со скоростью не менее 60 км в час. Женщина испугалась, подумав, что сейчас шар врежется в здание маленькой станции. Но у входной стрелки шар вдруг отделился от тепловоза и плавно обошел домик стороной. Состав же остановить так и не удалось. Он проследовал «Новые пески» с набранной скоростью. Машинист и его помощник рассказывают только о шаре, не упоминая объект, похожий на перевернутый таз. «Потому что они из кабины его не видели», — говорит историк Алексей Попов. Известный в республике исследователь аномальных явлений, собравший и изучивший все случаи, связанные с НЛО в Карелии. Пройдя входную стрелку, шар снова устремился к поезду. В тот момент, когда он отходил от поезда, скорость его упала, наверное, наполовину. Тепловоз так дернул все, что в кабине попадали разнообразные предметы, а машинист с помощником ударились о лововое стекло. Тормоза в это время не работали, так что причина торможения была не в них. Лампа обрыв тормозной магистрали не загорелась, давление в тормозных цилиндрах также не поднялось, хотя состав ощутимо замедлил движение. Мы проследовали станцию Новой Пески, и за выходными стрелками вдруг видим, этот объект-то к нам приближается обратно. Приближается очень быстро, очень большая скорость. Метров сколько-то нам до нас не долетел? Метров сто, наверное. А мы даже с Виктором встали, когда он к нам приближался, и вдруг почувствовали, как будто произошло столкновение, ощущение столкновения. Поезд резко снизил скорость. Удар без звука, конечно. Удар без звука, не торможение, в том-то и дело, что не торможение, но поезд резко замедлил ход. Такое впечатление, что как будто удались мы обо что-то, причем достаточно сильно, поскольку нас бросило вперед на лобовое стекло. За выходом от станции Новой Пески снижения давления в тормозной магистрали не было, но поезд резко замедлил ход, и скоростемерная лента в это время все зафиксировала. Это объективный факт, от которого никуда не денешься. Какая лента? Скоростемерная лента. А там отмечается и давление в тормозной магистрали? Там все буквально отмечается. Скорость, время, давление в тормозной магистрали. Там все зафиксировано. Получается, что вы не применяли торможение, но скорость состава замедлилась? Скорость резко упала. Километров на 10. Однако затем поезд опять начал набирать скорость, причем без каких-либо действий со стороны локомотивной бригады. Остановить состав удалось только на станции Застава, на подходе к которой шар улетел в сторону от поезда и скрылся за лесом. Перегон Новой Пески застава невозможно проехать без нагрузки, хотя набор скорости поезда происходит по непонятной причине, и фактически весь перегон до станции Застава состав прошел без расхода топлива. Мне говорят в депо, ты должен был ехать под нагрузкой, а я говорю, нет, нагрузки никакой не было, без нагрузки ехал весь перегон. И этого никто объяснить не может, я вам прямо скажу. Если бы мне сказали, что вот такое дело, я бы не поверил. Не поверил бы, что этот перегон можно проехать без нагрузки. Там даже полперегона не проехать без перегрузки. Даже если разогнаться и впустить состав, он без нагрузки и полперегона не пройдет. А шарик этот был рядом с нами, чуть впереди тепловоза. И поезд притягивал к нему. Что интересно, мне надо было набрать позиции, чтобы разогнаться и ехать с установленной скоростью, выполнять переменные хода. А поезд без нагрузки тянет. Я не набираю позиции, поезд тянет и все тут. На 448 километре подъем, а тут я всегда набирал позиции, чтобы тягивало. А тут в этом необходимости-то не было. Нас и на подъем втянуло, и на станцию Застава. Он нас втянул. Не то, чтобы на позициях ввели поезд. Он нас втянул. Фантастика. На станции Застава ожидали встречный поезд, который следовал на Петрозаводск. До его прохода шар не появлялся. Обеспокоенный состоянием тепловоза, Орлов спустился из кабины и стал проверять скаты. Я вышел смотреть тепловоз, что полагается делать по инструкции на каждой остановке. Иду фонариком просвечиваю ходовую часть. Молотком стучу. Вдруг стало светло, как днем. Меня осветило. Я развернулся, а этот шар прожектором светит. Я еще посмотрел на себя, вроде как белый весь. В общем, конечно, от страха убежал в кабину. Точнее, даже влетел в нее. Шар светил очень ярко. Да, очень ярко. Когда я вышел до осмотра экипажной части, темно было очень. Там света нет. А от него стало очень светло. И вот когда Сергей Бакуана влетел в кабину, прошел встречный. И мы вновь продолжили наш путь. Шар опять был впереди поезда. И опять состав продолжал движение под воздействием неведомой силы. Спустя некоторое время шар вдруг оторвался от поезда. Описал в воздухе дугу и окончательно исчез за лесом. Вся эта история продолжалась час-двадцать минут, говорит Алексей Попов. Шар проточил состав свыше 50 километров. За это время было сэкономлено 300 килограммов дизельного топлива. Участники странного происшествия пережили сильнейшее нервное потрясение. Достоверность случившегося подвержается диаграммами самописцев, установленных на тепловозе и другими официальными документами. Начальником Петрозаводского локомотивного депо был Алексей Иванович Пономарев. Потом Иларион Иларионович Пальчун. Его заместитель по эксплуатации и машинист-инструктор по тормозам Вячеслав Олегович Уличев. Наш инструктор Виктор Иванович Олин. Все были удивлены, что расход очень маленький получился и не могут этого объяснить. Экономия 300 килограмм. А при наших нынешних нормах никакой экономии не получишь. Только один пережог. А 300 килограмм – это сколько можно ехать? В пределах часа. То есть вы ехали этот час фактически без топлива? Да, так мы этот час и сэкономили. Значит, со скоростью 50 километров в час можно ехать в течение часа на 300 килограммах топлива? Да, где-то так. Насчет экономии топлива – это точно. Тут ошибки никакой нет, потому что топливо мы принимаем из рук в руки. Это все специально записывается и учитывается. Тащить за собой состав весом в 1560 тонн, добрых 50 километров – занятие нелегкое. Для этого требуется громадный энергетический потенциал. К тому же, как рассказывает мышец Сергей Орлов, поведение шара оказалось осмысленным. Он обходил станции, входные стрелки, ушел в лес. В тот момент, когда двигался встречный поезд, а еще после того, как невероятно уставший от потрясения машинист в сердцах обратился к шару, чтобы тот оставил их, наконец, в покое, неопознанный летающий объект, словно откликнувшись на просьбу, отлетел от поезда и скрылся за лесом. Больше железнодорожники его не видели. Вот такая невероятная история. Поверить в такую историю невозможно, но только до тех пор, пока не встретишься с конкретными людьми, ставшими ее участниками. Глядя им в глаза, понимаешь, но не будут эти трудяги-железнодорожники сочинять всякие небылицы. Они уверены, что соприкоснулись в тот февральский зимний вечер с представителями внеземной цивилизации. Но наш сегодняшний выпуск подходит к концу. С вами по-прежнему была Военная Техника 2, и как будут развиваться события, как всегда покажет время. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно добавляйтесь в друзья. Ссылка в описании. Всего вам доброго, увидимся в следующем, надеемся, интересном для вас выпуске на канале. Субтитры создавал DimaTorzok